На ралли-марафоне Дакар прошел восьмой этап. Предыдущий, седьмой по счету отрезок гонки, принес печальное известие. Во время прохождения спецучастка скончался португальский мотогонщик Пауло Гонсалвиш. После этого организаторы приняли решение отменить спецучасток для мотоциклов и квадроциклов. Так что на боевую дистанцию накануне отправились только представители трех категорий. Отмена спецучастка для мотоциклистов сильно усложнила навигацию лидерам класса внедорожников. Им пришлось самостоятельно открывать трассу, не имея привычного ориентира в виде мотоциклетных следов. В этой ситуации хорошо сориентировался многоопытный Марк Кама, который в этом году ассистирует звезде Формулы-1 Фернандо Алонсо. На финише дуэт Алонсо-Кама оказался вторым, пропустив вперед только француза Матьё Середари. Лидеры зачета финишировали так – Карлос Сайнц проиграл Нассеру-Аль-Атие, а они оба – Петеранцелю. В итоге Каторец теперь отстает от Матадора всего на 7 минут, а отставание идущего третьим Петеранцеля сократилось до 13. У грузовиков почти ничего нового. Камазовцы Андрей Каргенов и Антон Шибалов продолжают увеличивать отрыв от лидера белорусской команды МАЗ «Спортавто» Сергея Вязовича. Теперь за четыре этапа до финиша гонки белорусу надо отыграть больше часа времени, чтобы возглавить общий зачет. Четвертым по-прежнему числится Алиш Лопрайс, однако Чеху предстоит выдержать прессинг еще одного Камазовца – Дмитрия Сотникова, который уверенно вышел на пятую позицию, но уступает пилоту Праги 35 минут. В категории баги расклад принципиально не изменился. В классе лидирует Кейси Карри, за которым следуют Франциско Лопес-Кантарда и Сергей Корякин. Продолжение следует...